Привет всем, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Друзья, я сегодня вам расскажу о самых лучших смартфонах от всех китайских производителей, которые можно приобрести в 2020 году, во всех ценовых категориях. Поэтому, если вы собирались приобрести себе смартфон, то в этом видео вы найдете себе смартфон, как говорится, по карману. Поэтому досматривайте видео до конца, будет интересно. А теперь подписка, если не подписаны, лайк, помчай. Слушайте, то ли 10 тому назад фраза «качественные китайские смартфоны» звучала точно так же нелепо, как качественный отечественный автопром или, к примеру, элитный портвейн в картонной упаковке. Но времена меняются, и сейчас китайцы, как говорится, впереди планеты всей, поэтому давайте мы с вами познакомимся с их творениями. Начнем с чего-то попроще и подешевле. Нет, Русик, не с твоей одежды, а со смартфона Redmi 9. Смартфон получил IPS-дисплей на 6,53 дюйма и разрешением 2340 на 1080. По четкости и контрастности претензий нет, а вот запаса яркости все-таки немного не хватает, а особенно на ярком солнце. Сердцем и мозгом Redmi 9 стал Helio G80 с ускорителем Mali G52MC2. Оперативки завозят 3 или 4 гигабайта, а для хранения данных оставляют 32 или 64 гигабайта. Несмотря на довольно слабый процессор, система работает стабильно, а игры идут плавно. Как для бюджетного гейминга, Redmi 9 сгодится. С камерой дела куда хуже. Основной объектив на 13 мегапикселей и снимает неплохо, но только при условиях достаточного освещения. Но тут замкнутый круг. Чтобы сделать фото, нужно нормальное освещение. А выходишь на свет, и получается, что на солнце запаса яркости дисплея не хватает. Что делать, непонятно. В инструкции по этому поводу тишина. А в остальных случаях детализация сильно страдает. К тому же нет ночного режима. Фронталка на 8 мегапикселей, как для своей ценовой категории, довольно неплохая. С автономностью проблем не будет. 5020 мАч и даже быстрая зарядка до 18 Вт имеется. Вот только в комплекте идет блок всего на 10 Вт. И это печально. Опа! А кто это у нас тут в обзоре самых лучших снова нарисовался, а? А это смартфон OPPO A9 2020. Между прочим, это еще один неплохой вариант для тех, кто не хочет тратиться на смартфон. Устройство получило IPS-дисплей на 6,5 дюймов с разрешением 1600х720. Плотности хватает, чтобы не резать глаза о пиксели, да и натуральная цветопередача для многих будет плюсом. Сам смартфон сделан из пластика, и только переднюю панель прикрывает Gorilla Glass 3. К тому же OPPO A9 2020 может похвастаться стереозвуком, так что на шашлычках с друзьями вы будете не шампуры крутить, а музычку. Поговорим о железе. Внутри OPPO A9 2020 находится Snapdragon 665, который даже в 2020 умудряется запускать новые игры на низких или средних настройках. Так и хочется ему сказать. Дедушка, остынь, это не твоя война, дай шанс молодым. Наверное, здесь играет роль популярность процессора, благодаря которой разработчики не забывают оптимизировать под него свои проекты. Оперативной памяти выделено 4 гигабайта, а для хранения данных 128. Единственное, что смущает, так это Android 9 на борту. Но фишки 10-й версии, вроде управления жестами и работы с двумя приложениями на одном экране, здесь есть. К тому же нетребовательный процессор помогает экономить заряд. OPPO A9 получил батарею на 5000 мАч и полного заряда хватит на 2 дня умеренного использования. Жаль только, что быстрой зарядки нет. Но зато NFC на месте. Ну конечно на месте. Телефон-то недорогой, поэтому деньги у владельцев телефона на карте еще точно остались. Теперь о камере. Основной модуль на 48 мегапикселей снимает отлично, как за такую цену. При хорошем освещении получаются детализированные фотографии, а ночной режим грамотно поднимает яркость на снимках в плохом освещении. Также присутствует съемка в 4К и 30 фпс. В свою очередь фронталка на 16 мегапикселей снимает вплоть до 1080p. Но качество фото и видео не сносит крышу. Ну так, небольшие мурашки в области спины. Другими словами, норм, но не больно. Также вспомним о претенденте на самый продаваемый смартфон 2020 года, а именно Redmi Note 9 Pro. Слушайте, говорю это я не просто. Заходим на e-каталог и видим, что в разделе со смартфонами самой популярной моделью является Xiaomi Redmi Note 9 Pro, а на втором месте упрощенный Note 9S. С помощью удобного инструмента для сравнения мы видим, что отличия между смартфонами довольно существенны. Прошка выигрывает по большему объему оперативной памяти, камере на 64 мегапикселя, быстрой зарядки и NFC. При этом разница в цене с Note 9S не такая уж и большая, так что можно и переплатить. К тому же, если посмотрите отзывы о смартфоне, то увидите, что покупатели довольны аппаратом. Есть у e-каталога возможность посмотреть динамику цен, чтобы подобрать наилучшее время для покупки смартфона. И не забывайте регистрироваться, ведь тогда вам не придется заново искать заинтересовавший вас товар, так как он будет сохранен в вашей истории. Так что, друзья, Xiaomi Redmi Note 9 Pro можно предположить, что является претендентом названия самого продаваемого смартфона. Здесь мы имеем дело с полноценным середнячком на Snapdragon 720G и графическим процессором Adreno 618. С играми проблем не будет, и даже требовательная Shadowgun Legends запускается на смартфоне с максимальной графикой и стабильной частотой кадров, что уже говорить о работе системы. Я из-за вот этой начинки июль 2020 года вообще не помню. Помню, как устанавливал игру Shadowgun Legends. Потом помню, что жена вещи собирала. Говорила, что к маме поедет и вернется. Или про вернется не говорила. Внешне смартфон похож с младшим братом Note 9S, получив ту же квадратную камеру, сканер на боку и дырку в дисплее. Смотрите, не перепутайте при покупке. Кстати, экран здесь 6,67 дюймов, с IPS-матрицей и прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Разрешение 2400 на 1080 пикселей, что дает полноценный Full HD+. Играть и смотреть фильмы будет комфортно. Ну а про свои обзоры я вообще молчу. Их приятно смотреть даже на кнопочных телефонах. Да, Русик? Да, да. В отличие от предыдущего смартфона, камера у Note 9 Pro это сильное место. Основной модуль на 64 мегапикселя выдает вполне годные фотографии, как днем, так и ночью. Записывать видео умеет вплоть до 4К, но без стабилизации. Фронталка на 16 мегапикселей и ругать ее не за что. Питается смартфон от аккумулятора на 5020 мАч. И при этом поддерживается быстрая зарядка до 30 Вт. Прям полный набор. Мало того, что смартфон будет жить долго, так еще и заряжаться быстро. Вот если бы с этим смартфоном еще шел чехольчик, который можно повесить на джинсы. Да, Русик? Ага. Realme 6 вышел в начале этого года и это одно из немногих приятных явлений начала 2020-го. Смартфон сразу покорил пользователей своим соотношением цены и качества. Realme 6 получил IPS-матрицу на 6,5 дюймов и разрешением 2400 на 1080 пикселей. К тому же за свою цену смартфон предлагает дисплей с частотой обновления в 90 Гц. Помню, когда я первый раз услышал эту новость, у меня у самого пульс поднялся до 90 ударов в минуту. Такую частоту даже в флагманских смартфонах редкость. А тут середнячок. Похвально. Даже можно простить пластиковый корпус. Хотя царапины к нему прилипают очень быстро. В качестве процессора в смартфоне установлен горячий парень Helio G90T, который отлично показал себя в Redmi Note 8 Pro и до сих пор остается актуальным. Смартфон справится со всеми новинками, если играть на средних и высоких настройках графики. Система также будет работать быстро и главное плавно, за что спасибо экрану в 90 Гц. По части автономности у Realme 6 все стандартно. Батарея 4300 мАч и быстрая зарядка в 30 Вт. Хоть в аппарате и 90 Гц экран, но смартфон довольно живучий. И на день умеренного использования должно хватить. Если вы, конечно, не из Норвегии, потому что там полярный день может длиться и 2 месяца. Тогда вам не хватит не то, что быстрой зарядки. Вам всех пауэрбанков Норвегии не хватит. Камера. Хорошая она здесь только днем. А вот ночью модуль на 64 Мп снимает довольно слабо. С фронтальной камерой на 16 Мп примерно та же история. Хорошая, пока рядом достаточно света. Смартфон точно не посоветуешь любителям мобильной фотографии. Вот колет тебя жена, что ты можешь только 5 минут за ночь. А ты возьми и докажи, что можешь хоть всю ночь. Включи мои обзоры и смотри с 10 вечера и до 8 утра. Мужик сказал, мужик сделал. Не благодари. Подписывайся. В рекламной кампании OnePlus Nord ключевым слоганом стало «Почти все, что вы могли желать». Почти все, что вы могли желать, блин. Ну это как-то сложно. Ну надо как-то попроще. Я не знаю, там можно было назвать Википедия. Или еще лучше, Гугл. Гугл точно знает, что мы могли желать. Ну, по большому счету, так и есть. Смартфон получил AMOLED дисплей на 6,44 дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления в 90 Гц. Прикрыто это все закаленным стеклом Gorilla Glass 5, а вот защиты от влаги не заявлено. А зря. Работает Nord на Qualcomm Snapdragon 765G. Не флагманский процессор, но игры тянет на ура. К тому же смартфон поддерживает сети 5G. Да, эти сети все еще остаются экзотикой. Но с OnePlus Nord вы будете готовы к их появлению в своей стране. Зная, как относятся к новым технологиям в наших постсоветских странах, главное дожить до этого момента. Может, хоть не мы, так наши дети или внуки смогут воспользоваться этой сверхскоростной связью. Система работает отлично, плюс вы получите почти голый Android со всеми возможностями кастомизации от OnePlus. А возможностей там? Ой-ой-ой. На камере, конечно, немного сэкономили, поставив модуль на 48 Мп АМХ 586. Точно такой же стоит на OnePlus 8. Так что смартфоны фотографируют примерно одинаково. То есть хорошо. Съемка в 4К и 30 фпс также на месте. Фронтальная камера на 32 Мп выдает отличные снимки, но с плохим освещением фотографии будут соответствующие. Батарейка у OnePlus Nord на 415 мАч. И благодаря ей смартфон живет день при достаточно активном использовании. К тому же быстрая зарядка на 30 Вт поможет быстро восполнить аккумулятор, если тот разрядится раньше времени. Выпустив Poco F2 Pro, Xiaomi буквально выстрелила себе в ногу. Да, Русик? Это примерно так, как ты себе на Новый год в ногу фейерверком выстрелил. Ну, примерно. То есть отдаленно, но примерно. В общем, перед нами настоящий убийца флагманов. За 470 долларов, что в два раза меньше того же Mi 10, вы получаете мощнейший Qualcomm Snapdragon 865 с Adreno 650. Этой связки хватит для любых задач, в том числе и для игр. Так что для геймеров смартфон отлично подходит. Особенно учитывая его экран, но о нем позже. Оперативной памяти в Poco ставят от 6 до 8 гигабайт, но с подвохом. Вариант с меньшим объемом оперативной памяти идет с типом памяти LPDDR4X, а модель постарше получила уже LPDDR5. Для хранения данных здесь оставляют 128 либо 256 гигабайт. И в любом случае это будет UFS 3.1. Идем дальше. Экран. В Poco F2 Pro установили AMOLED матрицу на 6,67 дюймов с разрешением 2400 на 1080. DC Dimming завезли, а вот быструю частоту обновления нет. Зато частота считывания касаний сенсора 180 Гц, что пригодится геймерам. Камеру смартфона по классике 4, роль основной выполняет 64-мегапиксельный модуль Sony IMX 686. Фотографирует довольно хорошо, при том как днем, так и ночью. К тому же умеет записывать видео вплоть до 8К при 24 кадрах. Фронтальная камера здесь на 20 мегапикселей делает достаточно детализированные фотографии с хорошей цветопередачей. Живет Poco F2 Pro от батарейки на 4700 мАч. При том довольно долго. 8 часов постоянной работы экрана. Вот, друзья, как раз будет, чем вам заняться, если у вас 8-часовой рабочий день. Ну не работать же вам, ну правда? В режиме обычного использования это примерно день. К тому же производитель не пожадничал и поставил быструю зарядку на 30 Вт. Да еще и блок питания на 33 Вт добавил в комплект. Вот прям молодцы! Продолжаю тему убийц флагманов Realme X2 Pro. Венец творения Realme получил Super AMOLED дисплей на 6,5 дюймов, разрешением 2400 на 1080 точек и частотой обновления экрана в 90 Гц. В качестве процессора установлен Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Так что смартфон будет работать плавно и быстро. Что уж говорить об играх. Чип флагманский, так что все новинки запускаются с максимальной графикой и высокой частотой кадров. Блин, да я уверен, что вы к этому смартфону прилипнете, как пчелы к меду. Поэтому сразу заранее подготовьтесь, серьезно. Бутерброда в себе приготовьте, как минимум термос-чай. Что-то серьезно так. К тому же X2 Pro поставляется с 6 гигабайтами оперативной памяти в минимальной комплектации, а для хранения данных оставляет от 64 до 256 гигабайт. Только в этой модели также есть небольшой подвох. В моделях на 64 гигабайта стоит тип памяти UFS 2.1, а в смартфонах на 128 и 256 гигабайт уже UFS 3.0. Обращайте на это внимание при выборе смартфона. Процессор топовый, экран отличный, а вот на камере Realme сэкономила. Поставим в X2 Pro основной модуль на 64 мегапикселя Samsung GW1. Такой же модуль стоит в более дешевом Realme XT. Смартфон снимает хорошо, но до флагманов далеко. Фронталка на 16 мегапикселей, также звезд с неба не хватает, но немного выше темечка все-таки прыгает и выдает вполне добротные кадры. Питается смартфон от аккумулятора на 4000 мАч. Не самый большой объем, учитывая процессор, но быстрая зарядка на 50 Вт спасает, если смартфон разрядится раньше времени. Итак, продолжаем наш конкурс красоты. Следующая модель вполне заслуживает ленточку с надписью «Нифига себе! А почему так дорого?» Стоимость Mi 10 удивила поклонников Xiaomi, но компания выставила такой ценник не просто так. Смартфон получил крутую камеру, премиальный корпус и самый мощный процессор. И все это стоит денег. Вот если бы ты был красивой молодой девушкой без принципов, то тебе этот смартфон мог бы от кого-то и прилететь. А так все, друг. Придется копить. Не думаю, что Qualcomm Snapdragon 865, который и поставили в Mi 10, можно было запихнуть в смартфон там за 300 долларов. Мы уже смотрели на более дешевый Poco F2 Pro на этом же чипе, но там цена примерно на 450 долларов. И то в Poco-производитель, чтобы добиться этой цены, ужался на всех остальных компонентах. А вот Xiaomi Mi 10 в этом плане практически бескомпромиссный. Даже камеру в Mi 10 установили на 108 мегапикселей. Модуль делает отличные детализированные снимки, да еще и в 8К при 24 фпс умеет снимать. Правда, перебарщивает с контрастностью. Селфи-объектив на 20 мегапикселей также получился добротным, и фотографии себя любимого получаются отличными. Дисплей не может похвастаться безумным разрешением. При 6,67 дюймах здесь только 2340 на 1080. Все же это полноценный Full HD+, который делает картинку четкой. Так что здесь у нас не компромисс, а скорее правильное распределение ресурсов. Ведь экран, например, с популярным 2К-разрешением уничтожал бы батарею как бешеный. Потому и с автономностью у Mi 10 все хорошо. При аккумуляторе на 4780 мАч смартфон выдерживает 9 часов работы экрана, что намного выше среднего. Да еще и быстрая зарядка в 30 Вт поддерживается. В OnePlus Nord дело не ограничится и о флагманском 8 Pro мы также вспомним. Как и Mi 10 смартфон также удивил фанатов ценой, словно все производители договорились. В то же время премиальная цена позволила производителю не экономить на компонентах. OnePlus 8 Pro может похвастаться более мощным процессором, а именно Qualcomm Snapdragon 865, работающим в паре с ускорителем Adreno 650. Пока что это самое мощное решение на рынке среди Android-устройств. Так что проблем с играми и работой системы быть не должно. А особенно учитывая, что OnePlus не перегружает смартфоны кучей приложений и пользователь получает почти чистый Android. Чистый. Что, Русик? Чистый. Да, Русик. Чистый это когда человек моется с мылом и шампунем. А не так, как ты влажной салфеткой. Экран OnePlus 8 Pro также отличный. В смартфон установили AMOLED-матрицу на 6,78 дюймов и разрешением 3168 на 1440 пикселей. А любители природных цветов смогут выставить нужную гамму в настройках дисплея. Камера снимает хорошо. Основной модуль на 48 мегапикселей, но уже Sony IMX 689, а не IMX 586, как в обычном OnePlus 8. Все же разницу заметить сложно. Оба смартфона делают отличные снимки, но, как по мне, прошка чуть лучше справляется с экспозицией. А также при ночной съемке. Фронталка, как и мультики в 40-летнем возрасте, особых эмоций не вызывает. Но модуль на 16 мегапикселей отлично справляется со своей задачей. Питается все это дело от аккумулятора на 4510 мАч. И хватает смартфона на день умеренного использования. К тому же присутствует быстрая зарядка на 30 Вт. Право зафиналить наш обзор китайских достижений в области смартфоностроения досталось аппарату, который не каждый думал здесь увидеть. Да, Huawei P40 Pro в этом списке. И не нужно бежать и писать комментарии, что в 2020 году телефон без гугл-сервисов это мрак. Конечно, если ваша работа и повседневная жизнь сильно связаны с YouTube и Gmail и прочими программами, то да, смартфон вам вряд ли подойдет. А если ваша работа связана с ляля-тополя по телефону и переписками по смс, то это ваш парень. Но все же умельцы уже научились все это ставить на Huawei P40 Pro и от пользователя требуется лишь повозиться с настройкой. Да и каталог AppGallery уже заметно потолстел. Если же для вас все это не важно, то смартфону есть что вам предложить. Начнем с отличного OLED-дисплея на 6,58 дюймов и разрешением 2640х1200. Это такая золотая середина между производительностью и автономностью. Так что здесь Huawei не прогадали. С процессором все понятно, Kirin 990 это флагманский чип, который тащит все, что не поставь. Мне кажется, его зимой возьми в сани запряги, он и их потащит. При этом плавности системе добавит частота обновления в 90 Гц. От игр отказываться не придется и большинство популярных проектов запускается и без Google сервиса. Главный плюс Huawei P40 Pro это камера. По части фото смартфон даже обгоняет в некоторых моментах iPhone 11 Pro. Поверьте, что для любого смартфона хоть в чем-то обогнать iPhone это точно так же, как, не знаю, замутить с самой красивой девочкой в классе. Да, с финансовой точки зрения это невыгодно, но это почетно и уважительно. Объектив на 50 Мп отлично справляется со своей задачей и делает P40 Pro одним из лучших камерафонов на рынке. К тому же Huawei не стали пичкать смартфон бесполезными модулями и к основному объективу прилагается ширик на 40 Мп и 12 Мп телевик. С батареей все более чем стандартно, как для флагмана. Емкость аккумулятора 4200 мАч, проводная зарядка 40 Вт, а беспроводная уже 27 Вт. Потому у Huawei P40 Pro не стоит списывать со счетов и он вполне может стоять в одном ряду с лучшими смартфонами 2020 года. Ну, конечно, если мне его цена. На этом все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Лайкайте, подписывайтесь. У меня, кстати, есть свой Инстаграм-канал. Ссылка будет в описании к этому видео. Можете там задавать вопросы, советоваться по поводу покупки телефонов. Не забывайте комментировать видео, так как это нам помогает быть с вами на одной волне и мотивирует нас делать ролики как можно лучше. Поэтому, друзья, помните все самое интересное в коробке. Субтитры создавал DimaTorzok